Всем привет, ребят! В этом видео покажу, как настроить подсветку индивидуальную на такие клавиши, как KM1, KM2, KM3 в механических клавиатурах. Также покажу другие хитрости, которые можно использовать в сочетании клавиш на клавиатуре. Итак, поехали! В общем, дело состоит в том, что я начал изучать новую клавиатуру и столкнулся с такой проблемой, как не понимал, как настроить определенные клавиши, чтобы была подсветка на такие клавиши, как KM1, KM2, KM3, да? Настраиваемые. Но, так как я не сдавался и приложил все усилия, собственно, нашел способ, оказывается, что это очень легко делается. И, возможно, вам будет это полезно, и вы посмотрите и тоже это сделаете, настроите подсветку на определенные кнопки. Итак, давайте сначала включу обычную подсветку клавиатуры. Это у нас клавиатура Me2Zero. Ну, в принципе, это будет похоже на других клавиатурах. Итак, покажу самое сложное и покажу потом хитрости, сочетание клавиш. Ну, а уже как обычную подсветку я покажу в конце видео. Итак, для того, чтобы прописать собственную настройку на клавишу KM1, нажимаем FN и нажимаем KM1 сначала, да? Вот, включили этот режим. Сейчас у меня подсвечиваются вот эти кнопки. Изначально может ничего не подсвечиваться. Это я уже просто настроил. Далее, для того, чтобы нам прописать на определенные клавиши подсветку, да, какие мы клавиши хотим подсвечивать, мы нажимаем еще раз FN и нажимаем на клавишу REC. У вас, может быть, если клавиатура другая какая-то, может быть, другая какая-то кнопка, там, вот здесь сбоку может быть какие-то... Ну, просто надо смотреть. Возможно, будет прописано REC или PU. Ну, на всех клавиатурах чуть-чуть отличается. Ну, вот у меня это REC на ESC. Нажимаю, вот, начала мигать у нас вот эта кнопка, начала мигать та кнопка. И теперь мы прописываем, какие мы хотим, чтобы кнопки подсвечивались. Вот, я выбираю вот эти вот кнопочки, ну, пускай вот эти. Вот, вот так. И потом еще нажимаем FN, REC. Все, сохранилось. Теперь давайте проверим. Перейдем в обычный режим. FN плюс четверка. Вот, обычная, да, подсветка. Теперь нажимаем FN, KM1. Все, все работает. Видите, те клавиши, которые мы прописали, они у нас и подсвечиваются. Вот, то же самое и с KM2. Вот, нажимаем KM2, ничего не подсвечивается. Опять нажимаем FN, REC. Выбираем сочетание клавиш. Нажимаем REC. Все, записали. Также KM3. Ну, не буду, дальше понятно. Теперь другое, да, что вам будет интересно и полезно. Потому что для меня самое главное людям давать пользу, а не просто как бы показывать одно и то же, как и все остальные видео на YouTube. Вот, включу. Смотрите, есть такая фишка. Ну, у всех клавиатурах это по-разному. Ну, в общем, вам, возможно, это пригодится. Ну, первые команды это, допустим, FN плюс F5. Мы будем открывать проводник на компьютере, и вы попадаете сразу в доступ к проводнику. Это простая команда, и так понятно. Вот, дальше есть команда FN плюс F6. Открывается браузер, да, ваш браузер, который у вас в настройках стоит по умолчанию. Но есть еще третья команда. В этой команде, собственно, и состоит хитрость. Это FN плюс F7. Вот, я нажимаю эту команду, и у меня, я вам сейчас не покажу... А, нет, в принципе, я вам покажу. Сейчас, секунду. Сниму камеру. Сразу покажу. Смотрите. Команда FN плюс F7. Это нарисован знак почты. Ну, так как большинство людей не пользуются стандартной почтой, да, сейчас это закрою, делаю. Не пользуются почтой Outlook. По сути, у них эта кнопка не срабатывает. И что нужно сделать? Нужно зайти... Сейчас, сначала покажу. Сюда нажать. Потом наводим на параметры. Потом, далее... Ну, вот такая штука появится. Заходите в приложение. Потом заходите в приложение по умолчанию. Вот сюда. Сейчас, что-то не срабатывает. Батарейка села, наверное. Вот, приложение по умолчанию. И вот здесь электронная почта. По умолчанию тут стоит именно майкрософтская вот такая вот почта. Вам надо поставить что-то свое. Я что сделал? Я специально поставил Google Chrome. И у меня получается электронная почта Google Chrome. Ну, естественно, вот, когда я нажимаю сочетание клавиш... Вот сюда еще раз покажу. Когда я... Вот, Fn плюс F7, да, сейчас я вот нажму, и вы увидите, что появится. Fn плюс F7. Так. Задел F8. Вот, появляется браузер. То есть, сразу почта не открывается, да, но появился новая вкладка с браузером, да, Google. Вот. Теперь еще раз эту команду провернем. Fn плюс F7. Еще одна вкладка. То есть, это очень удобно. То есть, когда надо открыть что-то вообще в новой странице браузера, прописываете туда в почту Google или Яндекс. Вот. И все, у вас будет открываться новая вкладочка. Это очень удобно. Потому что, смотрите, если вы подумаете, что есть же такая же клавиша, как, допустим, Fn и F6, это браузер, да? Это все правильно. Но если мы нажмем такую вкладку Fn плюс F6, то она у нас не открывает браузер как новую страницу. Она просто показывает вам новую вкладку. Если, допустим, у нас все вкладочки закрыты полностью, и Google Chrome вот тут вот закрыт, да, все закрыто, тогда она откроет страницу, если нажать Fn плюс F6. Вот. Но все равно это полезная штука. Вы можете использовать ее, когда вы, допустим, пользуетесь чем-то в браузере. Надо вам новую страницу с новой вкладкой открыть. Нажали Fn плюс F7 за место почты и открыли. Это очень полезно, и я этим точно буду пользоваться, так как это эффективно. Итак, ну и другие сочетания клавиш. Дальше я уже быстренько вам все покажу, посмотрите. Сейчас камеру назад поставлю. Вот. Другое сочетание клавиш. Fn плюс F8. Так, буду показывать. Fn плюс F8. Это у нас калькулятор. Вот. Это Fn плюс F9. Это смена режима подсветки. Далее запоминаете. Fn плюс плюс. Это частота анимации подсветки меняется. И Fn минус. Это уменьшаем частоту анимации подсветки. Можем увеличивать, так уменьшать. То есть будет быстро мигать или будет мигать помедленнее, да? И так далее. Ну, пускай быстро. Дальше меняем подсветку Fn плюс F9. Меняем режимы подсветки. Другой режим. Вот такой, да? Вот сейчас можем замедлить анимацию. Будет она помедленнее. Вот. Другой режим. Вот тут будет более заметно, да? Вот сейчас плавно у нас перетекает все. Можно сделать побыстрее. Вот. Побыстрее будет перетекать. Вот. Также есть регулировка яркости подсветки. Это Fn плюс. Вот здесь у нас плюс. Поярче и послабее. Пд минус. Вот. Ну, давайте до конца дойдем. Вот. Анимация быстренькая, да? Можно сделать помедленнее. Вот. Дальше идем Fn плюс F9. Другая анимация. Можно сделать побыстрее. Вот. Следующая анимация подсветки. Нажимаем. Вот у нас побежала, да? Давайте побыстрее сделаем. Нажаем. Побежала. Следующая анимация подсветки. Вот такая, да? Еще одна анимация. А, наверное, вариант без подсветки. И последняя. Дальше другие анимации. Не анимации, а пресеты подсветки. Это, допустим, Fn плюс 5. Подсвечивается вот этот блок клавиш. Fn плюс 6. Вот эти клавиши подсвечиваются. И вот эти. Fn плюс 7. Подсвечивается английская раскладка. Вот. Ну и Fn команда 1. Fn км 2. И Fn км 3. Это вы сами выбираете, какие клавиши вам подсвечивать. Да? Можно выбрать любые. Так, Fn 4. Так, что я сделал. А, это не Fn, вот Fn 4. Все подсвечивается. Еще дальше. Здесь блокировка Windows, как обычно. Fn плюс Windows. Блокируем Windows. Назад. Теперь заблокировать клавишу Fn. Fn плюс End. Вот мы блокируем клавишу Fn. И назад блокируем ее. Вот. Также клавиши Dell. Fn плюс Dell. Это меняет кнопки, как бы, вот эти вот клавиши. Ну, переходят вот сюда, как стрелочки. Да? Тут можно использовать. Меняется, ну, как бы, как вам сказать. В общем, меняются стрелочки, становятся, как бы, вот здесь, в SD. Вот. Fn плюс Dell. Назад, да? Вот. Ну, основной рассказал. Ну, а простой уже там показывать не буду. Fn плюс 10. Регулировка громкости. Fn плюс 11 прибавить. И Fn плюс F12. Это заглушить громкость. Вот. Вот такая вот штука. Ну, самое полезное из-за того, что я извлек из этого всего, то, что можно настроить свою подсветку на команду, да, определенные. КМ1 клавиши и так далее. То, что такие кнопки, которые вам нужны. Это очень важно. Вот. И то, что я теперь буду часто использовать Fn плюс F7. Когда мне надо открыть новую вкладку с новой страницей браузера, я не буду теперь этой мышкой кликать. Я просто нажал Fn плюс F7 и сразу открылась у меня новая вкладка. Это очень удобно и это очень эффективно. Вот. Ну, а на этом все. Думаю, видео должно быть вам полезным. Подписывайтесь. С вами был Андрей Буйков. Джин Лав. Всем пока.